Ребёнок проводит рукой, в зависимости от возраста, здесь, 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 где угодно. Если бы не было заглушки, он бы получил травму. Безопасность юных ивантеевцев превыше всего. Инспектор Госадмотехнадзора проверяет состояние детских площадок. Игровая зона у дома по Первомайской 30-2 установлена в прошлом году. Эта детская площадка на балансе городского хозяйства. Его представитель фиксирует все указания Государственного административно-технического надзора. Крепёж чего к чему? Вот такой же. Ну, значит, такой же. Площадка, ещё раз говорю, достаточно новая, состояние хорошее, нарушения незначительные. Это нависание ветвей деревьев ниже 2,5 метров. Среди других обязательных к устранению нарушений установка освещения. Инспектор Госадмотехнадзора проводит небольшой ликбез и для жителей. Испытания молодые мамы выдерживают на отлично. Вы должны внимательно посмотреть, нет ли здесь посторонних предметов. Приятно, что следят и делают замечания, чтобы это улучшалось как-то. Ну как, они модернизируются с какой-то там периодичностью, конечно. Убираются старые, скажем так, советские площадки и ставятся более функциональные, скажем так, интересные, безопасные площадки. Конечно, это приятно. Если на этой площадке много игровых элементов, всё оборудовано с учётом требований безопасности, то на другой не всё так радужно. Во дворе домов по Советскому проспекту площадка старая, балансосодержатель, также МБУ городское хозяйство. На игровых и спортивных элементах заострённые грани и углы, а основание горки не выдерживает критики. По регламенту содержатель детских площадок должен осматривать игровые зоны ежедневно и отмечать это в специальном журнале. Его тоже проверяют. Как отмечают в Госантехнадзоре, по этому направлению к городскому хозяйству претензий нет. Всего сейчас в Ивантеевке 98 детских площадок находятся на балансе городского хозяйства, 59 – на балансе отдельных собственников, например, ТСЖ.